В Ульяновске мне рассказали об одной ситуации, очень интересной. Это, опять же, не конспирология, это факт, установленный, в том числе Федеральной Службой Безопасности. В одном из супермаркетов, просто человек заявление написал в ФСБ, в одном из супермаркетов шли скрытые медиатексты. То есть, понимаете, о чем идет речь, да? На каких носителях? Аудио, просто звуковой, скрытый аудиотекст идет. То есть, идет плавная музыка, какая-то реклама открытая, а под этой звуковой дорожкой идет иная звуковая дорожка, которая не воспринимается сознанием напрямую, но, видимо, на каком-то уровне что-то усваивается, считывается. И один специалист записал, просто женщина-психиатр, разбирающаяся в этих вопросах, она сделала просто аудиозапись, на аппаратуре все это разложила и выявила эти скрытые медиа-аудиотексты. И оказалось, что там не реклама товаров. Ну что? Да, они направлены, там два смысла было. Первое, родители это якорь, родители тебе враги. Ну, якорь в смысле, они тебя привязали и не отпускают. Они тебя не понимают, предки отстали. То есть, идет агитация против родителей. Почему? Потому что как раз родители при всех своих ошибках, они все-таки транслируют определенную культурную матрицу из поколения в поколение. И что это за культурная матрица? Это та культурная матрица, которая позволяет выживать обществу на протяжении столетий. Если мы сходим с этих основ традиционной культуры, мы деградируем, вымираем. Я позже объясню эти процессы. Так вот, родители, это как раз семья, школа. И против школы идет агитация, но не в данном случае, в других форматах. Учителя, а особенно родители, они представляют альтернативу вот этой информационной антикультуре, я бы так сказал, о чем вы сказали вначале. И надо их максимально, так сказать, отодвинуть, принизить их авторитет. То есть, против родителей, а второе, это ЛГБТ-пропаганда. А, даже так? Да, вот так. То есть, вот два компонента было. То есть, это не коммерческая реклама была. Грамма. Вот я вот когда слышу такие вещи, я поражаюсь их технологиями, как они придумывают. Вот мы, почему мы не можем использовать подобные вещи в позитив? Ну, вы знаете, я считаю, все-таки, это некорректно использовать неподсознательное воздействие. НЛП, гипноз, вот такие вещи. Свобода воли. Да, то есть, должна быть свобода выбора, свобода воли. И поэтому мы говорим прямо, мы об этих вещах говорим не скрывая. Мы говорим прямо, потому что мы воспринимаем других людей, своих слушателей, как полноценных людей, которые сами сделают выводы, которые способны осмыслить проблему и сделать самостоятельные выводы. Они кодируем их сознание без участия их воли. Да, это как марионетки. То есть, они, получается, не уважают людей. Да, это отношение к людям, как к каким-то биообъектам, как к винтикам, как к пешкам, как, в конце концов, как к рабам. Потому что, как говорят сегодня некоторые чиновники, так скажем, не надо воспитывать творческую личность из образования. Да, известная фраза бывшего министра образования. Нам нужны квалифицированные потребители. Недостатком советской системы образования была попытка формирования человека-творца. А сейчас наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатом творчества других. Человек должен потреблять, обеспечивать спрос и выполнять какую-то узкую профессиональную задачу. Кто-то крутит гайки, кто-то моет пол, кто-то программирует. Кто-то поет и пляшет, развлекает почтенную публику. Все, не лезь в другие вопросы. Ты раб, ты винтик, ты просто пешка большой системы, ты обслуживающий персонал. Тебе не нужно знать литературу, философию, искусство, тем более историю, тем более вопросы геополитики. А вдруг ты начнешь задавать неудобные вопросы. Умные люди, широко образованные, умные не в плане интеллектуалы, которые вот в одной сфере поднаторели, а широко гуманитарно образованные люди тоталитарному обществу не нужны. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы. А на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. В мире идет сокращение населения для того, чтобы построить глобальное тоталитарное общество. Тоталитарное не в том плане, что всех в тюрьму посадят. Управляемое. Когда люди, они сами не осуществляют свободный выбор, когда ими манипулируют.